В целом доходы городского бюджета в 2020 году предлагается увеличить на 90 млн. рублей. Из них за счет безрасместных поступлений на 77 млн. рублей, за счет налогового доходов на 12,9 млн. рублей. Поступившие средства будут направлены на следующую цель. 3 млн. рублей за счет средства областного бюджета на реализацию инициативного проекта благоустройства территории в предыдущей детской школе и искусственном районе. 60,7 млн. рублей за счет вступления из районного бюджета для проведения изыскательских работ по оценке объекта накопленного бюджета и разработку проекта сметной документации в районе очистных сооружений для того канализации, а также на расходы по озеленению территории города благоустройства. 13,1 млн. рублей планируется направить за счет средства областного бюджета на сохранение достигнутых показателей по оплате труда работников учреждений культуры. 415 млн. рублей областные депутаты выделили на упрепление материально-технической базы учреждений культуры и спорта. Дополнительные находы в размере 12,9 млн. рублей и нераспределенный остаток собственных средств, вложившихся на 1 января 2020 года в размере 40 млн. рублей, планируется распределить следующим образом. 46,8 млн. рублей на оплату труда работников в бюджетной сфере, как вы помните, при формировании в районе бюджета по ряду учреждений, средства на оплату труда были предусмотрены не в полном обзоре. 5,7 млн. рублей на подключение к централизованной системе теплоснабжения и для проведения госэкспертизы, достоверности определения смертной стоимости в проектной документации объекта культурного наследия, торговый дом, райсовый маконзор. 350,4 млн. рублей на выполнение работы по устройству в фарисном круге, объекта культурного наследия, особняк Мальцева. И 58,8 млн. рублей советую муниципальному образованию города Балакова на членские взносы в Ассоциацию Совета муниципальных образований Саратовской области. С учетом указанных изменений, параметры бюджета города на 2023 год по доходам составят 1,613 млн. рублей, по расходам 1,715 млн. рублей. Размер дефицита увеличится на 40 млн. рублей за счет нераспределенного остатка и составит по 1,8 млн. рублей. Без учета изменений остатка, дефицит остается без изменений в размере первоначального утвержденного в сумме 62,7 млн. рублей. Уважаемые депутаты, прошу вас рассмотреть и поддержать также этот проект. Какие будут вопросы?